Чудо свершилось! После 15 раундов голосования Конгресс все же избрал нового спикера. Закончились одни из самых сумбурных дней в современной истории Вашингтона. Законодатели в Конгрессе вплоть до часу ночи пытались выбрать нового спикера. Лидер республиканцев Кевин Маккарти пошел на многочисленные уступки внутренней оппозиции в стане своей партии и в итоге смог победить. В частности, Маккарти пообещал не увеличивать военные расходы США в следующем году и сохранить их на уровне 2022 года в размере 860 миллиардов долларов. На этом настаивали консервативные республиканцы, требующие ограничить госрасходы ради сокращения дефицита бюджета. Кроме того, один из основных оппонентов Маккарти, Мэтт Гайц, может стать новым главой оборонного комитета Палаты представителей. Это очень плохая новость для воров-демократов, которые используют войну в Украине как повод раздербанивать бюджет для партийных нужд. И в этом случае война никогда не остановится. Гайц выступает за аудит средств. На что именно идут налоговые деньги американцев? И он часто не боится критиковать Зеленского, обвиняя Киев в коррупции. Разобравшись с выборами своего руководства, республиканцы обещают оперативно заняться разрешением внутриамериканских кризисов. Они хотят усилить борьбу с преступностью и нелегальной миграцией, а также ограничить возможность Белого дома по упустошению стратегического нефтяного резерва США. Но очевидно, что политический раскол в Конгрессе никуда не делся. В новом САЗЭВе такие кризисы с параличем работы Конгресса на дни и недели будут еще не раз происходить. И особенно остро это начнет ощущаться с сентября, когда наступит новый сезон согласования бюджетов в Вашингтоне. Тогда это может даже привести к приостановке работы правительства, если, например, та же группа правых республиканцев заблокирует принятие нового бюджета. Они теперь научились дожимать вашингтонский консенсус и будут часто этим пользоваться.